Здравствуйте, меня зовут Белозер Анастасия, и я решила задачу согласования логических и линейных моделей классификации в информационном анализе электрокардиосигналов. В современном мире электрокардиография имеет огромную роль в диагностике. Профессору Успенским было выдвинуто предположение, что с помощью электрокардиограммы можем диагностировать не только заболевания сердца, но еще и многих других внутренних органов. Им же была создана система ScreenFax, в которой в полуручном режиме он смог по электрокардиограммам диагностировать около 30 заболеваний. При этом там же находятся еще активности всех этих заболеваний. Цель нашей работы – это построение линейных классификаторов, которые будут согласованы с логическим классификатором, который построил профессор Успенский, но он будет работать полностью автоматически, он будет воспроизводить оценки активности заболеваний, которые уже есть у профессора Успенского, и они будут давать высокое качество классификации. То есть мы работаем с электрокардиограммами. Давайте сначала поймем, как их надо преобразовать, чтобы мы могли с ними работать. Кардиограмма имеет вот такой вид. В ней нас интересуют амплитуды, то есть ERP-ки, это самые высокие вот эти скачки. Также интервалы между самыми высокими скачками и фазовые углы. Точнее нас интересуют не сами их значения, а то, как они себя ведут от пика к пику, то есть приращение DR, DT и Dα. Соответственно, они могут либо увеличиваться, то есть иметь плюсовое приращение, либо уменьшаться, минусовое приращение. У всех трех параметров может быть только два значения у каждого. Соответственно, всего у нас может быть шесть вариантов, как себя они ведут. Поэтому каждая из этих комбинаций может кодироваться одной из шести букв. То есть мы имеем дело с шестибуквенным алфавитом от А до Ф. Соответственно, наши электрокардиограммы описываются с 216 признаками. Это частоты 3 грамм. То есть мы рассмотрим 3 грамма, это комбинации из трех этих букв. Каждый из них может принимать одно из шести значений. В нашем эксперименте будет использовано около 10 тысяч этих электрокардиограмм. Подробнее об информационном анализе профессора Успенского можно посмотреть в его работе о векторизации и преобразовании электрокардиограмм в работе Влада Целых. Так, поставим нашу задачу. У нас есть обучающая выборка, которая состоит из объектов. Объекты — это именно вектора длиной 216, где каждый компонент вектора — это 3 грамма. УИТ — это класс объектов, то есть здоров или болен человек. ИЗИТ — это особенность системы ScreenFacts, которую построил профессор Успенский, где расположены оценки активности заболеваний от 0 до 1. То есть если активность больше 1,2, то человек скорее болен. Если меньше 1,2, то скорее здоров. Мы будем строить линейный классификатор, который будет говорить «здоров человек или болен». Целевой функционал. Будем находить вектор весов как решение следующей оптимизационной задачи. Во многих работах предлагались решения этой задачи с помощью решающих деревьев, метода К ближайших соседей, метода опорных векторов. В нашем случае мы возьмем логистическую регрессию с L1 регуляризацией, потому что мы хотим также решать задачу отбора признаков. Понятно, что все 216 признаков не будут полезны для каждого из заболеваний. И вот этот член отвечает за согласование моделей. САА от вектора и конкретного Х, вектора электрокардиограммы конкретного человека. Это оценка активности заболевания на данном векторе весов. Как же будет проходить наше согласование? Предлагается следующий метод вычисления активности заболевания для человека. Возьмем множество Екаты, которые состоят из К самых часто встречающихся триграмм в данной электрокардиограмме. И построим бинарный вектор, в котором будут стоять единицы на местах, где стоят эти самые часто встречающиеся триграммы, и нули на всех остальных векторах. Тогда активность мы будем вычислять по следующей формуле. Это будет просто скалярное произведение этих двух векторов. В нашей работе К будет равно 15. Это примерно то же значение, которое профессор Успенский использует в своей программе. Первая часть эксперимента направлена на нахождение оптимального значения параметра C1, который был в нашем цельном функционале параметром L1 регуляризации. То есть ту часть, которая отвечает за согласование, мы пока просто выкидываем. Настройка проводится методом 10-блочной кросс-валидации со стратификацией классов. Для каждого параметра находится вектор весов. Потом выбирается оптимальный параметр. Сейчас я покажу, каким образом. Также мы будем считать согласованности, но необычные, так как у нас согласование никак не учитывалось, то вектор весов под это не заточен. Поэтому мы его сначала отнормируем и потом посчитаем активность этого заболевания. Но это будет не совсем честное конечное вычисление. Вот так вот у нас себя ведут ауки в зависимости от логарифма от C1. C1 мы перебираем по логарифмической шкале, то есть это будет 2 в степенях. Мы ожидали на самом деле совсем другие картинки. Понятно, что синим это на обучении, а красным это на тесте. Всегда ожидается, что на обучение она перейдет в константу, а на тесте должен наблюдаться явный пик, то есть явное значение, при котором будет оптимально. Но в данном случае это получилось не так, потому что мы брали неотрицательные вектора весов. Это само по себе уже является регуляризацией. Поэтому мы будем брать C1 не тот, при котором достигается максимум, а при котором начинается слом. Вот этот. Почему его? Потому что чем больше C1, тем лучше у нас работает отбор признаков. Это выгодно. Это сводная таблица того, что получилось по 13 заболеваниям. То есть тут у нас указаны АОКИ, РМСЕ. Я говорила, каким образом посчитано для отнормированных векторов весов уже. И N – это количество признаков, которые учитываются. Ну, их очень много. Это не очень хорошо. Вторая часть эксперимента. На этот раз мы берем уже оптимальное значение параметра C1 и настраиваем по нему C2. Точно так же по логарифмической шкале методом 10-блочной кросс-валидации. И эмпирическим путем находим оптимальный C2. При этом C2 у нас уменьшится отклонение РМСЕ. То есть наша система будет выдавать как можно более точные оценки активности заболеваний. А при этом АОК будет слабо отличаться от того, что мы получили до этого. В данном случае вектор весов будет уже ненормированным, честно полученным. Что мы получили? Сверху показаны графики зависимости АОК от логарифма C2. Снизу РМСЕ от логарифма C2. Нам нужно, чтобы РМСЕ был как можно меньше, чтобы АОК был как можно все еще больше, то есть ближе к тому значению, который был получен без третьего члена, без его учитывания. Сводная таблица вот такая. Что мы получили? Да, АОК стали во всех случаях несколько меньше, где-то на 1-2 сотых. РМСЕ во всех случаях уменьшилось. Количество признаков практически во всех случаях, кроме вот этого, количество признаков также уменьшилось. То есть отбор признаков стал работать лучше. Вот тут указаны оптимальные значения логарифма C2. И вот сводная матрица, на которой показано, как вообще себя ведет АОК в зависимости от двух параметров, от логарифма C1 и логарифма C2. Мы понимаем, что если АОК 1-2 меньше, то при 1-2 это случайное блуждание. Если меньше, то все очень плохо. Классификатор работает абсолютно бесполезно, классифицируя все наоборот. Поэтому работать надо вот в этой области, в которой проводились исследования. Итак, проведен вычислительный эксперимент. Построены классификаторы, которые воспроизводят оценки активности заболевания, те же, которые были в системе ScreenFacts. Не совсем те же, но с высокой точностью. Наблюдаются улучшения работы по отбору признаков. И качество классификации остается на высоком уровне. Понятно, что это первая ступень в работе, потому что сейчас мы используем линейные классификаторы. Хотелось бы, чтобы мы подавали электрокардиограмму, и у нас работала многоклассовая классификация. То есть выдавались оценки активности по всем возможным заболеваниям, и они выстраивались в ряд. То есть говорили, каким из них наиболее вероятно человек болен. А они про каждое конкретно говорят за ровным и линболем. Ну это всё. Спасибо.